Слава Фетисов меня заново и поставил на коньки. Система КХЛ, она организована более органично с точки зрения соблюдения как раз этого спортивного принципа. Те чистые спортсмены, которых конкретно не поймали, должны выступать и выступать под флагом и с гимном. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Всем привет, передача «Игра в тело», Павел Исенков, Дарья Мирона, Владимир Владимирович Потанин, президент Норильского Никель. На самом деле мы здесь не просто так, потому что у вас же будет уникальный матч, связь поколений. И меня поразила пятерка, в которой вы будете выступать. Это по центру Владимир Олегович Потанин, в защите воинов Фетисов, Буре, Капризов. Вот как вообще все это было собрать, потому что это уникальное звено. Меня еще больше вас поражает тот состав, в который мне предстоит сегодня выйти на поле. Само ожидание такого матча уже создает приподнятое настроение. Матч пройдет второй раз уже. Эта традиция была заложена в прошлом году, когда Норильский Никель заключил с Федерацией хоккея соглашение о спонсировании в течение четырех лет нашей сборной. И с тех пор началось такое сотрудничество. И с одной стороны, матч, связь поколений, который сегодня пройдет, это, собственно, об этом и расскажет. О том, как наши ветераны, носители нашей славы передают ее современному поколению. Как это поколение, это знамя держит, так сказать, крепко в руках. Это должно стимулировать, наверное, и детей заниматься активнее хоккеем, и любителей из ночной хоккейной лиги должно подбадривать и поддерживать. С другой стороны, это такой своеобразный отчет сборной перед спонсором. То есть мы помогаем, они рассказывают, как у них дела, что получилось. Такой вот хороший между собойчик, который, надеюсь, и сторонним наблюдателям тоже будет интересен. А вам не кажется, что на ребят это больше даже давления? Потому что, да, они в спорте, возможно, преуспели, тот же капризов, воинов. Но когда они выходят рядом с вами, человек очень успешный. Да, задача непростая у них будет. Такому игроку, как мне, чтобы я прилично выглядел на поле, тут, знаете, специальная квалификация нужна. Поэтому я капризов и воинов понимаю. Они волнуются сейчас, конечно. Но я разомнусь и буду стараться как-то не подвести. Тем более, что с другими участниками этой пятерки, с Фетисовым и с Буре, я играю уже давно. Собственно, Слава Фетисов меня заново и поставил на коньки. Я в детстве, как многие, играл просто в дворе, в золотой шайбе, без тренера, без всего. Даже в основном и без щитков. Как попало. Ну, как в то время большинство. Потом подзабросил это дело. И вот только несколько лет назад меня Фетисов своей капитанской волевой рукой вытащил на лед. И вот с тех пор мы уже шестой сезон играем здесь, вот в клубе, в нашем. И я играю в пятерки с Валерой Каменским, с Павлом Буре, с Славой Фетисовым и с Лешей Касатоновым. Вот такая у нас пятерка. Ну, они меня готовили как могли. Говорят, что можно меня выпускать. Капризов и воинов говорят, что нормально должны на это отреагировать. Поймался на мысль, что как раз это будет дебют Кирилла Каприза в пятерке НХЛ. Потому что вы возглавляете попечительский совет фонда НХЛ. И у вас 31 октября сменился генеральный директор, как раз Алексей Касатонов. Лига и так была хорошая, потому что любители получают очень хороший шанс играть, развиваться. Даже если ты не профессионал. А что изменится? Что будет еще лучше? Вы знаете, Ночная хоккейная лига действительно, на мой взгляд, возникла как такое очень стихийное любительское движение. Ну, и не случайно, что к нему, заметьте, потом уже присоединились и многие известные люди, и президент нашей страны. То есть, это один из таких редких удачных примеров, когда вот инициатива снизу доходит до такого уровня, так сказать, самоорганизации. И до такого уровня популярности. Очень хорошее явление. Но постепенно как-то так получилось, что немного, знаете, как-то рутина засосала, что ли, да. И у многих может сейчас сложиться впечатление, что вот Ночная хоккейная лига как-то любители там сами по себе играют. И просто один раз в год в Сочи приезжают, чтобы вот посмотреть на президента, да. Вот. Это не так. И это должно быть не так, и это и будет не так. Касатонов все-таки это символ, один из символов успешности нашей хоккейной школы. Поэтому он во главе организации сразу добавляет ей, ну, какой-то вес, значимость какую-то, да. Во-вторых, мы сейчас восстановим ту плотную связь с регионами, которая была раньше. Там ведь как в Ночной хоккейной лиге? Есть дивизионы. Каждый дивизион должен сделать собрание команд своих. Они должны выбрать своего представителя, с которым Ночная хоккейная лига заключает соглашение на проведение соревнований в этом дивизионе. И финансирует это и так далее. Но этот человек обязательно, будучи нанятым Ночной хоккейной лигой, он подотчетен вот своему этому собранию. В этом и был смысл самоорганизации. И они должны сами, ребята из этих команд, сами его контролировать, сами с ним разбираться по поводу того, что их устраивает, что не устраивает. Это их представитель, да. А сейчас так получается, что много представителей назначается просто так, потому что не удалось договориться в дивизионе. Или они вообще на это забили, да. И вот отсюда начинаются всякие шероховатости. И есть ощущение, ну, определенной, что ли, ну, несправедливости, да. Вот, это сейчас наладим. Надо усилить, и мы это сделаем, работу мандатной комиссии. Поступают сигналы о том, что спортивный принцип нарушается. Что скрытые профессионалы играют, что игроки иногда переходят там из команды в команду. Короче говоря, есть нюансы. Они не фатальны, они не портят всю идею. Но, тем не менее, оставляют такое послевкусие о том, что вот спортивный принцип был в каком-то смысле не до конца соблюдет. Этот момент, ну, и, наконец, третий и, возможно, главный момент состоит в том, что ведь в ночной хоккейной лиге есть совет легенд, совет ветеранов. И они в прошлые годы довольно часто выезжали на места, проводили мастер-классы, участвовали в играх, открывали сезоны в разных дивизионах. А потом как-то что-то это вот на нет подсошло. И вот с этого года мы уже возобновили эту традицию. Наши звезды ездят по регионам, встречаются с этими самыми любителями, для которых, мне кажется, это очень важно. Вот просто хотя бы один раз в год присутствие звезды уровня игрока сборной или бывшего игрока сборной. Но это важно в морально-психологическом плане. Даже не столько мастер-класс, на котором они что-то такое научатся, а просто сам факт, что им уделяют такого рода внимания. Поэтому это должно быть постоянно в течение года. И мероприятие в Сочи это лишь кульминация. Так оно и будет. У меня такой вопрос оригинальный родился. Если посмотреть с высоты птичьего полета, сейчас бы Тарасов был бы жив, допустим. Как бы он отреагировал на то, что происходит в нашем хоккее? Он был бы доволен? Мы олимпийские чемпионы, программа «Красная машина», есть плюсы, есть какие-то минусы. Вот ваше точка зрения глазами Тарасова на наш хоккей. Смотрите, здесь вы мне, Павел, задали трудный вопрос. И я, возможно, на него дам потенциально непопулярный ответ. Дело в том, что Тарасов и Тарасовская школа хоккейная, она, с одной стороны, заложила основы развития хоккея нашего на многие годы. И в этом смысле Тарасов сыграл историческую роль. И недаром он входит в различного рода залы славы, про него все помнят, книги пишут, и мы празднуем его дни рождения. И игроки многие к нему относятся как к полубогу, как к воспитателю, как к отцу. И этого, как говорится, из истории не вычеркнешь. Но история хоккей того периода и практика, она основывалась на стягивании игроков практически в один клуб. То же самое сейчас. Армейские два клуба сейчас тоже стягиваются. Ну, я бы не сказал, что сейчас тогда, конечно, армейские клубы и хорошо финансируются, и позиционированы неплохо. Но лидирует сейчас в чемпионате Акбарс, для начала. И если вы посмотрите на список обладателей Кубка Гагарина, там и Магнитка, там и Салават Юлаев, Динамо. Весь Восток почти. Ну, скажем, первая половина Востока. Ну, равномерно, равномерно. Там же есть у нас и московская Динамо, теперь вот ЦСКА. И ЦСКА только-только вот выиграл. И Ската не так давно первый кубок свой завоевала. Поэтому система КХЛ, она организована более, что ли, органично с точки зрения соблюдения как раз этого спортивного принципа. Если вы хотите, можем об этом, так сказать, поподробнее поговорить. Но, возвращаясь к Тарасову, на мой взгляд, вот эта тема, когда базовый клуб для сборной, ну, вообще, в принципе, в стране всех в армию, да, он, конечно, наложил свой отпечаток. И если в той системе координат в Советском Союзе при, ну, такой жесткой дисциплине, при такой сильной вертикали, не предполагающей никаких, так сказать, колебаний в сторону, в конце концов, при отсутствии рыночных отношений, при отсутствии вопроса, так сказать, перехода игроков из команды в команду за деньги, так сказать, да, по-простому говоря, конечно, эта система хорошо вписывалась, да, в существующую организационную, политическую, какую хотите систему, да, вот. Сейчас система, ну, другая, да, и вот, возвращаясь к вашему вопросу о том, что есть сильные клубы, есть слабые, конечно, есть определенная тяга, ну, так всегда бывает, да, тем не менее, мне кажется, что тренером прошлого было бы трудно вписаться в эту историю. Я даже сейчас не говорю о нюансах подготовки игроков, о новых научных методах, там, других клюшках и прочее. Я думаю, что любой талантливый игрок или тренер из прошлого, вот в эту-то как раз ситуацию вписался бы, да, Харламу, Мальцеву, там, Якушу, дай другую клюшку и 40 лет сбросим ему с возраста и посмотрите, что будет, да. Но вот чисто с точки зрения методик тренерских, подходов, ну, психологии игроков, в конце концов, да, я думаю, что тяжко пришлось бы тренерам прошлого. Ну, вот возьмем такой простой вопрос, они на сборах по 9 месяцев жили, да, ну, кого сейчас загонишь на сборы на 9 месяцев в том режиме, в каком это тогда было. Ну, другая система стимула, другая степень свободы, да, плюс появился материальный существенный аспект, да, все-таки при всем при том, что игроки сборной знаменитых и кисты прошлого, ну, по тем временам не бедствовали, да, и по сравнению со средним уровнем жизни советского человека неплохо жили, конечно, сейчас совсем другая история, да, и сейчас вот появление этого мотива материального, ну, в моем понимании, ну, несколько искажает, вот, искажает картину тех мотивов, которые были до этого, да, вот просто за престиж, за родину, там, да, вот, а сейчас уже совсем другая история. Времена изменились или люди? Потому что мы от ветеранов все равно чаще слышим, а вот в наше время, а вот сейчас не так. Ну, слушайте, мы, у всех у нас ностальгия по молодости, да, и кажется, что молодые годы, они и были самыми удачными, самыми счастливыми, тогда-то вот как раз все и здорово было, мы легче забываем о том, что нам не нравилось, что нас не устраивало, только какие-то нас там рамки ставили и прочее. Но люди, особенно успешные, конечно, с удовольствием вспоминают про то, как вот они росли и из какой среды они выросли. Вот, а, даже этот вопрос времена или люди, мне кажется, это связанные вещи, поменялись времена, поменялись люди, да, то есть время меняет людей, люди меняют время, в том смысле, что устанавливают новые порядки, поэтому изменилось и то, и то, это объективная, так сказать, реальность нашей жизни, вот, вырос и темп жизни, и мотивы изменились, все поменялось. Вспоминаю, как где-то в 2005 году, когда я работал в советском спорте, наш главный редактор Игорь Коц, Александр Игорь Александрович Коц, ездил на интервью с вами, у нас вышла обложка, на Красной Поляне будет Олимпиада, зимняя. Никто не поверил, я не поверил, думаю, как это может быть, я даже места такого не знал. В итоге случилась Олимпиада, вы один из тех людей, которые подарили нам вот эту Олимпийскую сказку. То, что происходит сейчас, вот эта вся ВАДА, тема с ВАДА, непонятно, кто поедет, куда поедет, уже многие высказались. Какая ваша точка зрения на этот счет? Прежде всего, начну с того, что зимняя Олимпиада в Сочи, это действительно была сказка, это было воплощение сказки в жизнь. Во-первых, потому что действительно никто не ожидал, что мы вообще можем провести Олимпиаду именно в Сочи. Не ожидал никто, что мы сможем так красиво все построить, так организовать и прочее. Эту сказку у нас уже никто не отнимет. Там были люди, я сам там был, я видел, какой это был праздник. Он с нами в памяти останется. И мы его будем вспоминать с таким же удовольствием, с каким наши звезды и легенды вспоминают свою молодость. Последующие события, они, конечно, вызвали большое разочарование. Во-первых, потому что был дискредитирован наш спортивный успех. И во-вторых, потому что это серьезным образом отразилось на всей судьбе нашего спорта. По поводу последних решений ВАДА, чтобы не повторять, что уже многие сказали, остановлюсь только на двух моментах. Во-первых, на мой взгляд, достаточно наивно рассуждать сейчас о том, что справедливо, что несправедливо. И вспоминаю, что Путин сказал по поводу первой своей реакции. Он говорит, надо разбираться, анализировать. Но в принципе, к национальному олимпийскому комитету претензий нет. Значит, хартия нарушена. Раз нет претензий, значит, должны с флагом и с гимном выступать. Ну, те чистые спортсмены, которых конкретно не поймали, да, и которые не являются нарушителями, те должны выступать и выступать под флагом и с гимном, да. Ну, означает ли это, что сейчас все устыдятся, принявшие это решение, и скажут, ну да, действительно, что-то мы хартию тут нарушили? Ну, конечно же, нет. Они же знали, на что шли. Ну, или знали, если кто-то подзабыл, то, значит, сейчас найдут основания. Ну, значит, найдут претензии, сейчас появятся к национальному олимпийскому комитету. То есть, либо проигнорируют этот факт, либо найдут претензии. Просто, когда уже машина, что называется, заработала, а там, очевидно, совершенно работает, ну, против нас определенная, так сказать, машина, да, то ее уже не остановить, тем более, что, к сожалению, ну, мы дали повод, да, мы не заслужили столь сурового наказания, но повод для того, чтобы нас наказывать, мы дали. Ну, как говорится, отдали повод, ну, держись теперь, что делать, да. Поэтому я оцениваю перспективы восстановления справедливости очень низкие. Ну, как говорится, все против нас. Вы знаете, у меня был такой случай в школе, что у нас один нерадивый ученик из зависти исправил другому оценки в журнале. Ну, глупо, да, там, второй класс, ну, вот такая вот форма мести. А обвинили меня, и, ну, я там оправдывался как мог, но мне там бойкот объявили, короче говоря, поступили со мной достаточно справедливо. Потом выяснилось, что это не я делал, но, как говорится, уже поезд ушел. Я уже неделю прожил ситуацию, когда мне ребята из класса объявили бойкот. Конечно, это оставило такой след, знаете, такое воспоминание о том, что в жизни не все бывает справедливо. Ну, и, кстати говоря, это тоже было такое упражнение на излом. То есть я что должен был? Возлобиться против одноклассников, изолироваться. Это меня, скорее, стимулировало, наоборот, к тому, чтобы я стал лидером в классе, да, какой-то вот толчок был, да. Знаете, как китайцы говорят, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот в каком-то смысле к тому, что сейчас происходит, мне кажется, так же нужно относиться. Это вещь, которая нас возмущает, обижает, в каком-то смысле даже унижает. Но это надо пережить, надо пережить. И не рассчитывать на то, что мы сейчас тут добьемся какой-то справедливости. Бороться надо, и надо защищать свои права до конца. Просто самому надо быть готовым к тому, что это вот бойкот. Объявили бойкот. Ну, да, излишне, да, обидно. Но с этим надо научиться жить. И жить не в смысле смириться и отдаться на волю победителя, а, грубо говоря, думать о следующем шаге. Я тут второе еще хотел сказать. Первое, что, типа, справедливости мы не дождемся. Поэтому надо просто собраться и бороться в условиях несправедливости. Сколько раз нас засуживали на соревнованиях, да? Ну, и мы же поднимались, и ничего, и боролись, проигрывали, а потом выигрывали. Вот здесь к этому, мне кажется, вот такое же должно быть отношение. Ну, и второе. Надо думать о следующем шаге. Нас исключили фактически из олимпийского движения на 4 года. То есть на целый цикл. Это уже очень болезненный удар для спортсменов, которые готовятся к олимпийским играм. Я опасаюсь, что многие сейчас не просто начнут выступать под нейтральным флагом, но и поедут на тренировки в другие страны, будут там проходить допинговые контроли, там будут жить. Это будет их сильно отрывать от нашей, как бы, среды. А среда спортивная в стране, как, впрочем, и любая другая, формируется вокруг лидеров, да? И поэтому, если наши лидеры, которые будут выступать под нейтральным флагом, ну, почувствуют себя не гражданами страны, а нейтральными, да? Если они перенесут центр своего, так сказать, внимания, своей жизни, своих жизненных интересов в другое место, да? То вот я чего не хотел бы, чтобы случилось, да? Поэтому всю эту ситуацию надо срочно обратно. А срочно как? Это за следующий цикл надо бороться. Этот цикл... Я не говорю, что этот цикл мы проиграли, все, давайте забудем. Нет. Надо бороться, надо выступать, надо доказывать и так далее. Но нужно всю систему настроить на то, что мы не имеем права проиграть следующий цикл. Потому что восьми годового цикла наш спорт, ну, в каком-то смысле не переживет. Не то, что там все развалится, а просто будет очень серьезный отток людей, кадров, специалистов. Мотивы начнут искажаться. И поэтому мы не исчезнем, как спортивная держава, да? Но лидерские наши позиции могут очень серьезным образом пошатнуться. У меня сразу вопрос родился. Почему хам? Вспомните, мы тоже выступали под нейтральным флагом, но тогда почему-то больше нашей сборной хоккейной досталось от собственных людей, которые кричали, без НХЛовцев это не настоящее олимпийское золото. Ну, смотрите, люди, которые говорят, что какое-то золото, серебро или бронза не настоящее, эти люди, я уверен, никогда не выходили на лед, никогда не выходили на соревнования, не участвовали в единоборстве, не получали травмы, синяки и шишки. То есть победа в спорте, даже на любительском уровне, это труд, это мужество, это преодоление себя. Поэтому такая победа в любом случае заслуживает уважения. По поводу конкретных соревнований. Ведь бывали случаи, когда проигрывали команды, состоящие из звезд, суперзвезд и так далее. Сколько раз проигрывали канадцы в сильнейшем составе. Баскетбольный дрим-тим американский тоже не все выиграло, как мы знаем, да? Три секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч! Цена победы, это такая, знаете, величина постоянная. Ее просто невозможно недооценить. Ну, кстати говоря, и в прошлые годы тоже профессионалы не участвовали. В 60-е годы, да, в конце 60-х годов. В 70-е годы не участвовали профессионалы. Но от этого соревнования между нашими чехами, шведами, финнами, оно, так сказать, в накале не терялось. Сколько там было драматизма. Вот. Я, опять же, вспоминаю Олимпийские игры 76-го года, когда в решающем матче с чехами мы горим 0-2 и втроем против пятерых. Ну, выстояли, сравняли счет, опять пропустили. Еще раз сравняли и 4-3 выиграли, да. Но по драматизму матч, отвечающий самым высоким стандартам. Но у кого повернется язык сказать, что это была неполноценная победа. Полноценней не бывает. Те, кто скептически относится к результату команды, при том, что какая-то часть знаменитых хоккеистов отсутствовала. Ну, драматургию матча Россия-ФРГ посмотрите, да. И вот... Мы уже высмотрели. И все станет ясно. Вот случайно такие победы не добываются. Тот невероятный фарт, который случился с нами в конце, он, в моем понимании, это лишь следствие вот того накала борьбы, которая была. Немцы за сколько там, за 2 минуты до конца получают большинство в шайбе в нашей зоне. Ну, катай и все, да. И вот именно этот накал борьбы, вот это вот ожидание, значит, успеха, волнения за это заставило их ошибиться и дать нам сделать то, чего мы сделали. Подработать не получилось у Зуба, но первую шайбу, Гуси, Гол! Гол! 55 секунд с неудобной руки! Разве это не свидетельствует о том, что это золото стоит дорого, да? Так же дорого, как любая другая победа. Вы, как очень большой бизнесмен, поставите себя на место владельцев клубов НХЛ, потому что НХЛ перестала ездить, потому что, во-первых, они останавливают чемпионат, теряют большие деньги за эти окно, двухнедельно. Плюс МОК, Международный Олимпийский комитет, перестал им платить, то есть они не дают им денег ни на трансфер, ни на что, не дают даже им зарабатывать на олимпийских символиках вот этих. Вы, как большой бизнесмен, поняли бы логику НХЛ или бы поспорили с ней, что не ездить на Олимпиады, но они же как бизнес не ставят и просто не в грош НХЛ. Ну смотрите, НХЛ же и раньше не ездил, потом в какой-то момент это стало престижным, стало престижным прислать сильную команду на Олимпиаду. Сейчас уже трудно сказать, откуда это пошло. Я, например, думаю, что это пошло от 2002 года, поскольку после известных событий в Америке, после атаки на Нью-Йорк и так далее, мне показалось, что эти игры приобрели для американцев особое значение. Ну, а НХЛ это же Американо-Канадская лига, поэтому как бы и для НХЛ это приобрело особое значение, и поэтому, возможно, был такой дополнительный стимул сделать и хоккейные игры тоже на высоком уровне. И это задало такую своеобразную моду, что ли, на то, чтобы на Олимпиаде должны выступать сильнейшие, это должно быть соревнование по хоккею самого высокого уровня. А потом что-то случилось. Ведь потенциально то, что игроки могут травмироваться, это тогда было и сейчас, да. То, что нужно прерывать календарь НХЛ, это, ну, там, никакой чемпионат не любят. Ну, это раньше было и сейчас. Я вот пытаюсь понять, что же поменялось, да. А мне кажется, что здесь, как часто в жизни бывает, роль случайности высока. Вот не договорились Олимпийский комитет и НХЛ по поводу Пенчонга, да. Ну, из-за ерунды, на мой взгляд. Там деньги были, ну, по масштабам, так сказать, НХЛ и Олимпиады небольшие. 20 миллионов, по-моему. Ну, вот какая-то такая в этих масштабах умеренная цифра. Не хочу ее так говорить, потому что, ну, для кого-то покажешь, что это сумма большая. И, наверное, этот человек будет прав. В масштабах тех разменов, так сказать, на международной спортивной арене, это был мелкий вопрос. Тем не менее, как-то так получилось, что они договорились. Я даже не могу понять, почему. Но это, знаете, как бы обломало вот этот моментум, да. То есть, вроде по инерции все это считалось престижем. Они ездили и забывали про то, что они там рискуют травмами игроков, перерывом в сезоне, снижением своих доходов. Вот как-то вот на моментуме двигались, да. А потом раз, его обломили этот моментум. Они один раз не съездили, ну, поняли, что для них с их колоколью ничего страшного не случилось. И сказали, да мы не будем мы больше ездить. И в каком смысле теперь для того, чтобы они поехали, уже другая история. Теперь уже должен международный олимпийский комитет придумать, как их соблазнить, чтобы они приехали. Если он по каким-то причинам опасается, что интерес к Олимпиаде из-за снижения уровня хоккейного турнира, если он снизится. Да, вот теперь им уже нужно думать, как вот этот момент вам возобновить. Но мое личное отношение к тому, что на Олимпиаде играют не сильнейшие, оно плохое. Мне это не нравится. Футбольный турнир олимпийский давно уже превратился в молодежку. И уступает по статусу и чемпионату мира, и чемпионату Европы, да вообще всем региональным турнирам. Вот что мы хотим, чтобы хоккей в то же самое превратился. Я бы этого не хотел. Я бы хотел, чтобы сильнейшие играли. Поэтому тут компромисс обязательно нужен. Но сейчас уже, как говорится, мяч на стороне Международной Федерации хоккея и Олимпийского комитета. У Овечкина будет выбор. Либо приехать в Россию на год, попасть на Олимпиаду, либо продлить контракт. Трудно оценить, что сейчас в приоритете. Вот я по себе знаю, что когда увлекаешься какой-то историей и начинаешь этим заниматься, то остальные истории могут меркнуть по сравнению с этим. И у Овечкина, конечно же, карьера Энхайловская, это нечто очень важное в его жизни. Он скоро будет эту карьеру завершать. Для него, конечно, важно поставить не просто точку в этой карьере, а восклицательный знак. И, конечно, важно девятый сезон с 50 шайбами. Так же, как Босси и Грецкий, чтобы сравняться по этому показателю. И, конечно, ему хочется подняться на место, например, на третье по общей результативности. На второе, не знаю, наверное, все-таки. Время есть. Ну, если как Гордий Хоу играть до 50, то, в принципе, есть. Вот, то есть понятно, что у него вся жизнь там прошла. И что ему нужно это красиво завершить. Поэтому, это с одной стороны. Да, с другой стороны, конечно, для любого игрока, игра за сборную, титулы за сборную, ну, это что-то, что тоже греет, как говорится. Но если это вступает в каком-то смысле в противоречие, то я бы не стал осуждать игроков, которые выбирают свой приоритет. Это все-таки их жизнь. И что для них важно, надо с уважением относиться к тому, как они это завершат. Я просто к чему это говорю? Потому что вот я предвижу, что сейчас начнется, да, ой, Саша, там, если вдруг он решит, там, в НХЛ... А он всегда плохой. Да, вы важные слова говорите, да, что это его право. Я бы предостерег к тому, чтобы сказать, что вот, там, Овечкин остался с своими делами заниматься, а не за сборную играть. Вот поиграй 15 лет, а потом, когда у тебя будет, так сказать, дилемма, вот ставить восклицательный знак в своей карьере, или, так сказать, заниматься чем-то другим, ехать, играть за сборную и так далее. К выбору человека в этом случае надо относиться очень уважительно. Это его судьба, его жизнь. Он имеет распорядиться, имеет право ей распорядиться так, как ему сейчас подсказывает сердце, что называется, да. Вот, а такие игроки, как Овечкин, Малкин, Дацук, они так, самим фактом своего существования, своей карьеры, так много сделали для российского хоккея, что я считаю, что мы им должны быть благодарны в любом случае, как бы они не завершили свою карьеру. Ну, и еще такое маленькое соображение. Вот мы часто рассуждаем над тем, что там игрок должен сделать, как он должен повести себя, там, что правильно, что неправильно. Просто забываем про то, что они гладиаторы или канатоходцы, да. Один неверный шаг, и он просто ничего больше не сможет сделать. Друзья, я обожаю истории, которые помогают нам всем развиваться и строить свои карьеры. Мы услышали замечательные секреты успеха Владимира Олеговича. Павел. Да, расскажите свою историю бизнес-успеха. Может быть, вы открыли маленькую суши-фабрику в своем городе Нижневартовске, или, может быть, вы шли по улице, нашли 100 рублей, и это сделало ваш день. И сделали ее тысячу. Да, а может быть, вы олигарх в вашем городе. Расскажите, напишите эту историю, и лучшая история получит подарок от атрибутик Клаб. На самом деле, с Владимиром Потанином связано много клубов. Вы можете выбрать абсолютно любой свитер. КХЛ, НХЛ, Ночная лига, Национальная хоккейная лига. Пишите. Самое главное – бизнес-история. Поделитесь своим успехом. На чем вы делаете деньги? Есть Дюба. Его начали массово освистывать. Обструкция пошла против него. Это плохо. Потом начали разбираться с этими фанатами. Их начали как-то винтить, что-то такое. Сажать даже, по-моему, тоже плохо. И непонятно, как это все остановить. И как вообще все это реагирует. Потому что это может быть в любом виде спорта. Дюба – это яркий пример. У него большой рейтинг. Он капитан сборной России по футболу. Вы на это смотрите. Вы, может быть, как-то пропускаете эту историю мимо себя? Или она вас цепляет? Когда игрока свистывают и устраивают его обструкцию, появляется… Мимо этого пройти невозможно. Потому что, вообще-то говоря, это ситуация неестественная. Любой игрок играет для зрителей, играет для своих фанатов. И нравится он, не нравится. Надо, опять же, помнить про то, о чем мы сейчас уже только что говорили. О том, что он вообще-то многим жертвует для того, чтобы доставить удовольствие своим болельщикам. Поэтому я считаю, что к игрокам в любом случае должно быть более уважительное отношение. Не Дзюба это касается, но иногда игроки дают повод к себе относиться не так, как они того в целом заслуживают и могли бы заслуживать. Известная история с двумя другими футболистами. Она подрывает такое, знаете, естественное уважение к спортсмену, как к гладиатору. То есть, кому больше дано, с того и больше спрос. И поскольку они на арене, и за ними все наблюдают, с них и спрос больше. И когда кто-нибудь прокалывается и дает основание считать, что репутация спортсмена с большой буквы подмочена, это открывает для таких менее разборчивых людей вот эти шлюзы, которые позволяют им выплескивать свой негатив и свою агрессию на спортсменов, на других и вообще в принципе. Поэтому тут еще раз, чтобы просто уточнить, я осуждаю любое неуважительное и агрессивное отношение к спортсменам, потому что они трудятся и жертвуют многим для болельщиков. Но сами спортсмены не должны провоцировать такое отношение, они должны быть образцы. Безукоризненные люди. Да, они должны быть безукоризненные. Потому что, ну еще раз повторюсь, кому много дано, с того большой спрос. Им дан талант, который позволяет им быть на виду у миллионов людей. Они должны соответствовать этому. Какой ваш календарь? Потому что у вас будут благотворительные матчи Роза Хутор, Норильск, Кубок Легенд, где можно увидеть не только вас, но и Буре, Фетисово. В январе у вас будут и такие матчи. Буре, Фетисово можно увидеть гораздо чаще, чем меня. Но если вместе со мной, то это действительно у нас благотворительный матч 3 января на Розе Хутор. Это тоже такая традиция. Уже такой праздник почти всероссийский. Обязательно мы ездим в Норильск. Это будет, наверное, в этот раз в конце марта. В этом году у нас с декабря месяца перешел на январь Кубок Легенд. Поэтому в 20-х числах января будет Кубок Легенд, Спартак, ЦСКА, Динамо. Все как раньше. Ну и, конечно, матч в Сочи. Финал сезона ночной хоккейной лиги. Как некий такой праздник, завершающий очередной сезон. Это последнее из таких ярких публичных мероприятий, в которых мы хотим поучаствовать. Если не хоккей, то что было бы? Можете такое представить? Если бы не хоккей. Когда мы на Олимпиаде выступаем, говорят, что если мы заняли первое место, но не выиграли хоккей, то эта Олимпиада неудачная. А если в хоккее заняли первое место, то остальное нам все простят. Поэтому кроме хоккея, только хоккей. Спасибо. У нас есть традиция в конце передачи делать селфи. КОНЕЦ